но инвестиционный рейтинг все-таки рф да каким он будет после всех этих событий мы там всех порвем и так далее нет конечно это коснется всех потому что цены будут расти на все другое дело что конечно европе как бы не сладко но в то же время не уходят из россии сами эти банки с одной стороны уходят но как бы ногу в двери оставляют как бы война войной деньги по расписанию куда не посмотри везде опасности крипто для многих да может быть сейчас интересным инструментом лучше как бы везде по чуть-чуть я считаю что в россии сейчас да как бы куча проблем ну и возможности просто уникальные то в россии ты обязательно должен иметь валютные активы друзья привет продолжаем начавшийся выпуск с николаем мрачковским инвестором достаточно здравым человеком на мой взгляд и на ваш тоже судя по реакции под первым выпуском и у него очень крупный канал по инвестициям ссылка в описании подписывайтесь на его канал чтобы понимать вообще как в теперешнем финансовом хаосе да и производством и вообще в хаосе жизни ориентироваться и хоть как-то сберегать ваше сбережение давай чуть-чуть раскроем людям глаза которые вот топят за войну они говорят что знаешь аргументы такие айну что что айфона не будет у меня его и так не было там ну и что что техника подорожала или что самолеты перестанут летать или билеты а куда еще ну останутся летать что билеты будут стоить вот как ты говоришь по 200 тысяч они говорят ну и даже там ну и да будет там туда-сюда но я читаю отчеты всякие и даже в производстве еды питом пищевых продуктов доля импорта всегда в технологических цепочках то конверы кит оборудование составлял не менее 40 процентов если мы возьмем животноводство да вот все кричат импортозамещение у нас теперь все свое то вы почитайте про там растеневодство например до семена 70 процентов импорт семена и все остальное то есть и люди не понимают что это коснется каждого абсолютно каждого что ты мог бы им сказать я с абсолютно согласен что не надо к этому относиться вот и не стоит прям слишком избыточно верить в собственную пропаганду в том плане что вот мы там всех порвем и так далее нет конечно это коснется всех потому что цены будут расти на все и но на что-то больше на что-то меньше то есть все почувствует как минимум это на еде там на цена цены на одежду в продовольствии хоть мы вроде типа импорта замещаемся где-то действительно там но допустим зерновые там действительно все очень неплохо сильно поднялись но фрукты например россии только 15 процентов своих сет 85 процентов фруктов импортные там всякие бананы апельсины и прочее прочее и по многим позициям так и а самое главное самая большая проблема сейчас это то что основные поставки оборудования шли из европы то есть оборудование которое стоит на заводах на фабриках перерабатывающих на там мукомельных комбинатах это в первую очередь европейский оборудование германия но в основном да да конечно сейчас будут экстренно вот я буквально вчера разговаривал там с директором одного завода кого консультирую они экстренно пытаются сейчас найти поставщиков там из китая конечно те тоже делают это похуже качеством но как-то что-то решат но это через там некоторое время а сейчас проблемы будут и это отразится довольно быстро мы пока еще это не заметили не так сильно заметили потому что еще есть остатки на складах все равно есть запасы там и продовольствие и много чего но это вымоется где-то за два месяца и потом мы резко столкнемся с тем что просто очень много чего нет и поэтому вот такие шапкой закидательские настроения что мы там сейчас всех порвем нет будет тяжело очень и и стране другое дело что конечно европе как бы не сладко потому что когда у тебя цена на газу залетает в 10 раз то есть цены на электричество тому и у домохозяйств и у предприятий там одно дело три рубля за киловаттом другое дело тебя там 30 рублей все у тебя начинает рушиться твоя арифметика поэтому на мой взгляд наиболее вероятен сценарий все-таки что настолько дорого текущая военная как правильно называть военной операции русском надзор требует называть своим своими именами будем на сумку смотри да то заблокирует или там 5 миллионов штраф сейчас русском надзор за неправильные названия и так так дорого это всем обходится даже в америке и цены на бензин поползли сильно вверх что я думаю что будут стремиться как можно скорее как-то это дело завершить и по крайней мере частично начать договариваться потому что в европе они не могут быстро слезть нашего газа хоть они говорят тоже решили по самым оптимистичным прогнозам я вчера читал до 30 года они будут слазить по сама это по оптимистичным то есть они хоть и говорят там типа мы сейчас слезем а как ты слезешь 40 процентов газа поставляется из россии да там поставляет еще норвегия алжира азербайджан но они не могут они не могут наращивать мощности у них вот все все то что есть сжиженный газ наоборот у европы нет мощностей для переработки сжиженного газа в энергию они не могут быстро слезть это невозможно поэтому я думаю что все равно так дорого это всем обходится что уже собственно непонятно зачем мы продолжаем это и скорее всего будут как-то как-то все-таки договариваться как какую-то часть санкции отменят и какая-то торговля начнется потому что и россия это очень болезненно безусловно но и не только россии но инвестиционный рейтинг все-таки рф да каким он будет после всех этих событий ну можно сказать что почти никаким очень вероятно что в скором времени может произойти технический дефолт страны но технически что имеется ввиду что у россии есть выпущены облигации то есть взяли деньги в долг у зарубежных инвесторов а как выплатить непонятно потому что транзакции многие заблокированы и может просто ну либо не произойти просто не выплата раз либо скажут что раз вы у нас заблокировали деньги мы в ответ ну вот что недавно мы услышали мы не блокируем но выплатим вам в рублях но это как бы формально так нельзя делать поскольку международная облигация не обращается по английскому праву и там запрещено одностороннее вот такое изменение условий и то есть только по обоюдному согласию который никто не даст конечно поэтому возможен дефолт страны в этом плане что страна как бы не выполнила свои обязательства то есть ты взял в долг деньги но не вернул это имеется в виду займы как корпоративные такие государства жди всего государственные займы до корпорации скорее всего будут стараться выплачивать потому что им надо работать они не хотят там проблем а вот государства в ответ на то что заблокировали деньги cb могут может ну вроде бы сказали что будем рублями выплачивать вам третий дефолт уже произошел нет еще не произошел потому что дефолт это когда ты в дату обязательств они на а в основном они будут выплаты там начиная по моему с 4 по 15 апреля будет очередные выплаты и вот в этот период если не произойдет но ты не выплатишь долг потом еще некоторый период когда ты там обязан все-таки дается еще по моему месяц на то чтобы ты все-таки погасил остаток долга если нет то все это и считай грубо говоря банкрот странам банк но до к странам понятия банкротства не применяется то есть если корпорация не выплачивает по долгам на нее могут подать в суд на банкротство в рамках стран такого нет считается что вот каждая ситуация как бы уникально рассматривается и тому же начинают стороны вести переговоры придумывать как там им что-то сделать как в данном случае будет непонятно но да безусловно это будет говорить о том что в будущем большинство но особенно конечно западные инвесторы будут крайне опасаться как-то работать с россией хотя в то же время мы недавно видели новости что крупные банки джей пи морган там и некоторые дуги начали под шумок скупать российские активы потому что как бы война войной деньги по расписанию они понимают что на этом можно очень лихо заработать будет сейчас но в то же время не уходят из россии сами эти банки с одной стороны уходят но как бы ногу в двери оставляют что мы уходим но мало ли там что как зарабатывать продолжим крипта сейчас мы сами некоторые активы спасали там посредством крипты да и многие сейчас так делают то есть берут этот стейблкон стейблкоин тезер например особенно в троне потому что в ерце 20 высокие комиссии а в троне например там в автор ц20 но не крайне низкий и очень быстро все транзакции идут и пытаются через обменники значит за рубли покупать тезер вот этот стейблкоин который в принципе он приравнен к доллару и потом можно вывести в любом любое удобное время по текущему средне там взвешенному рыночному курс скажем так ты как а вообще относишься криптовым активам хранишь ли их и что можешь посоветовать какие советы дать тем кто до недавнего времени еще не верил в крипту да а сейчас уже вынужден в нее пойти сейчас в целом складывается такая ситуация что куда ни посмотри везде опасности если ты просто хранишь рубли ты думаешь вот я я хочу от всего подачи ты гарантированно проиграешь потому что получишь инфляцию тебя там они сгорят 30-40 процентов но правда не все все не исчезнет с другими вариантами там с валюты сейчас очень большие вопросы ты там даже если как-то купишь валюту по бешеному курсу непонятно как потом обратно и будет поменять но и наличную там еще как-то проще а вот на счетах могут и заблокировать с криптой ситуация такая тоже опасности много то есть с одной стороны это возможность особенно те кто допустим валят из страны собирается уезжать и говорят все мы хотим там куда-то уехать крипто наверное один из лучших вариантов сейчас как пока еще можно потому что так же все переводы за рубеж закрыты вывести ты налом может 10 тысяч долларов на человека если это их нужно предварительно где-то снять да еще води сними их на нормальных условиях и в этом плане до крипто для многих сейчас это такое очень интересное решение обратная сторона что здесь очень много мошенничеств вокруг крипты особенно если человек чайник то он очень вероятно придет и напортачит и куда-нибудь там не туда заплатит и влипнет во что-то то есть надо разбираться раз два тоже не так безопасно мы же слышали вот недавно coinbase объявил что они там заблокировали много 25 тысяч аккаунтов и нет гарантии что тебя также не заблокирует там как-то это иначе холодное хранение да ну то есть вот на там на флешечках но и здесь свои проблемы что тут тот же тизер вроде как считается что его могут заблокировать use детей и ну в общем везде свои опасности но наверное крипто для многих да может быть сейчас интересным инструментом либо для того чтобы иметь возможность за границу как-то переводить либо это кто-то просто прячет деньги от большого брата что их деньги в банке у тебя видны всем а здесь пока никто особо не знает скажи вот эти кошельки типа metamask например вот да где где ты можешь в принципе создать много кошельков в разных сетях и и блокчейне и бинанса и эфириума и так далее насколько безопасно ты ж вроде как не вводишь там нигде свои данные страну и прочее насколько безопасно на твой взгляд хранить крипту именно вот в таких кошельках типа metamask слушай но я вот не настолько эксперт прям вот в в крипте не могу сказать на мой взгляд тут возникает как бы уже дальше криск всей этой инфраструктуры потому что и взламывали биржи и что-то терялось и мало ли как там кто себя поведет в свете там текущих событий вроде ты ничего не вводишь а если покопаться то можно как-то копаться до поедей например то есть все равно риск остается поэтому сейчас на мой взгляд самая как бы разумная в целом стратегии это не вкладывать все в одно типа все вот крипто спасение пойду-ка я все деньги продам квартиру куплю bitcoin нет лучше как бы везде по чуть-чуть потому что не знаешь где провалится как принцип подводной лодки что один отсек пробьет остальные все-таки не затонут и диверсификация да что раскладывать яйца по разным корзинам что-то в крипте что-то там российские акции может выстрелят что-то там недвижимость если ты можешь себе позволить что-то там в валюте по крайней мере в особенно если налом ты можешь там положить банковскую ячейку чтобы тебя если что это было и вот так вот ты создаешь как бы более безопасную позицию потому что надо понимать что сейчас но по большому счету идет там россия ввязана в финансовой войну да она не прямая то есть это не физические бомбы это финансовые бомбы которые сбрасываются ты не знаешь где у тебя рванет твоя финансовая бомба и как какие твои активы какой твой финансовый домик сметет этой волной и и в этом плане вот я считаю что надо просто сейчас разбрасываться по разным местам чтобы они были наиболее независимы друг от друга насколько это возможно и конечно причем в приоритете для обычных людей кто вот как бы чайник далек от всего этого я бы ставил в приоритет материальные активы которые даже тот же автомобиль который сейчас может быть окажется очень хорошим активом вот если вы приобретали даже можно спросить наших зрителей если покупали машину зайдите прямо сейчас посмотрите сколько стоит ваша машина и на сколько она выросла в цене если выросла напишите в комментариях вот будет интересно почитать это как пример то есть какие-то материальные вещи но но не которые купить давайте я куплю 10 телевизоров на всякий случай не то которые могут быть как бы ликвидны востребованы в идеале который ты можешь у себя использовать и давай я вот немножко ноту позитива наверное наверное добавлю как у китайцев слово кризис из двух иероглифов состоит опасность и возможность и я считаю что в россии сейчас да как бы куча проблем но и возможности будут просто уникальны и но просто представь что внезапно с рынка куча игроков ушло образовались пустоты а все равно кому-то надо там закупать делать мебель надо кучу всего там гамбургеры вместо макдональдса делать и так далее и открывается огромные возможности что ты сейчас можешь очень легко зайти на рынок где есть готовые клиенты и для многих вот более активных людей я думаю что возникает такой период возможности которые редко бывает там раз не знаю в десятилетия ну как ты имеешь ввиду кто не успел в 90-е до прокатиться на схемах разных заработка и обогащения тут сможет ну и причем как бы не в плохом смысле 90-х когда просто 90-е чем негативно в основном ассоциируется что бандитизм и бандитизм и приватизация что приватизировали что отхапали олигархи отхапали советское наследие за копейки бесценок а сейчас больше речь про то что ты можешь выстроить что-то новое внутри страны например очень многие внутренние производства сейчас будут процветать и если человек готов там что-то производить то есть ты смотришь просто что опустела а опустела куча всего включая например вот мы недавно смотрели оказывается большинство товаров которые там к всякие шурупики винтики они не в россии чековой ленты даже нет куча такой мелочевки они производились вне страны и вот например на производстве подобных расходников кто начнет это быстро сообразить как это делать сможет какую-то там аппаратуру из китая заказать еще как-то они очень сильно подниматься то есть возможности тоже есть просто для кого-то да к сожалению для большинства населения это будет проблема но для активной части это возможность с другой стороны не хочется что-то создавать особенно вот людям там более старшего возраста да да даже моего уже не сильно хочется понимая что опять через лет двадцать какой-нибудь создадут рукотворный кризис вот как сейчас да абсолютно же рукотворный то есть из-за из-за ну глупости определенных людей там может быть из-за отсутствия информации и так далее просто и все и через 20 лет ты вот что-то создавал создавал вроде оброс каким-то жирком потом херакс тебя опять ну внешняя ситуация которая сложилась не ты ее виновник да но она тебя побрила начисто и все у тебя будущего уже нет и ты понимаешь что 20 лет ты создавал создавал и опять откатился хрен знает насколько годы жизни потеряны вот как с этим справляться с таким состоянием что вот вроде бы я сейчас и могу да в россии у меня есть какие-то проекты почти запущенные уже в которые но вложено много там энергии денег времени и креативности но боюсь что вот вот так вот произойдет как справляться с такими состояниями и хочется и колется два варианта то есть либо все-таки рассматривать для себя выезд в другую страну если есть такая возможность просто другое дело что наверное у подавляющего большинства людей таких вариантов в принципе нет но в текущий момент и не особо это выйдешь а если выйдешь что-то там будешь делать никто тебя там особо не ждет как ты понимаешь и наверное кто может ну и я знаю таких людей кто до предприниматели сейчас и говорят все я все продаю я хочу валить я не хочу иметь делать с текущей властью принципиально вообще да да для кого-то это может быть это выход а но для большинства просто такого варианта нет ты уедешь и что и ну во первых сейчас ты непонятно как как с деньгами то но с десятью тысячами долларов там ненадолго проживешь а главное что-то там делать будешь и видишь ли ты перспективы второй момент что ты знаешь я думаю что еще не надо путать туризм и миграцию всегда кажется что за забором трава зеленее что там все хорошо а вот у нас там так и паршиво но опять же вот берем ту же европу когда у них бешеные цены на газы и электричество и куча своих закидонов местных и я думаю что это вот один момент что нам кажется что вот у них хорошо у нас плохо второй момент если внутри страны надо просто понимать вот что да у нас вот так страна устроена нас кризисы по расписанию идут девяносто первой девяносто восьмой две тысячи восьмой две тысячи четырнадцать две тысячи двадцать второй каждые 8-9 лет до 7 8-9 лет у нас кризис только к вид не по расписанию внезапно это вот вирусы вторглись это я уже путина звали да 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 все выздоровели к вида больше нет все забыли не знаю че еще маски только носить но в маске но сколько можно уже насиловать людей вот этой фигней что на 5 маску туда-сюда но все равно все я носил я очень щепетильно к этому относился носил маски малы руки не выходил лишний раз из дома и все равно же заболел ну да все смыли все уж отболели ты не не в тренде уже вид если ты остаешься в стране то надо просто понимать вот такой образ жизни как бы подстраиваться чтобы система тебя как матриц к изю чтобы не так сильно хозью а чтобы ты понимая правила игры чтобы ты мог ну под это подстраиваться знаю что до в стране регулярной кризисы вот я так я уже несколько кризисов так прошел 2008 год я был вообще не готов но и тогда еще там 20 сколько 24 или 25 не было лет и тогда как-то это по мне очень сильно ударил я потерял 95 процентов денег тогда ну и и и не так много денег тогда немного было но все равно но было болезненно я я не представлял что так быстро можно потерять как раз на фондовом рынке еще с плечом торговал думал что самый умный 2014 год я уже тогда уже подкопил денег тогда в рублях стал долларовым миллионером такой думаю вот я молодец вообще и потом бац долларов взлетает в два раза стал полудолларовым миллионером откатился и интересное выражение но тогда как раз очень четко понял что в россии ты обязательно должен иметь валютные активы не не надеется только причем это никто не скрывает даже у нас все там президент заявляет что да мы считаем нормальным обесценивать внутреннюю валюту это выгодно для страны и кстати для страны это выгодно у нас просто надо разделять выгоду для страны и для населения потому что страна-то зарабатывает от экспорта нефти газа металлов и так далее в валюте а обязательства перед населением в рублях поэтому тебе выгодно получить выручку там условно там миллиард долларов перевести по выгодному курсу для себя и расплатиться там выдать пенсии и дотации там что-то еще и такие правила игры никто это не скрывает если ты это понимаешь что ты просто в большей степени имеешь продумаешь валютные активы либо антиинфляционные инструменты вот почему мы с тобой в прошлый раз говорили про акции почему акции акции от это антиинфляционный инструмент в отличие от допустим от депозитов депозит никогда не покрывает инфляцию раз и два ну обычно еще и даже если высокие ставки они на короткий срок а вот акции ситуация иная ты вот купил газпром допустим да там свои есть и опасности что акции там колеблются и могут долго тот же газпром там долго в минусе был но ты покупаешь акции компании компания инфляция это что растут цены на товары ну или его попроще возьмем ближе к народу магнит все знают магазинчики магнит цены на товары выросли магнит заработал больше выручку больше прибыль выросла стоимость акций то есть инфляция закладывается в стоимость акций и если ты хочешь заниматься защищаться от инфляции в стране ты должен просто иметь вот активы первое валютные второе это в больше в акциях которые как бы защищает от инфляции в этом плане вот я уже к двадцатому году вот кризис двадцатого года я был гораздо более готов вот эта просадка ковидная это как раз вот единственный у нас не по расписанию кризис к вид произошел 2014 вот 22 ровно восемь лет все четко а это но вот склинилась черный лебедь как называют но тем не менее там я был готов сейчас я еще более готов то есть намного валютных запасов много активов как раз вот единственное жду открытия биржи если откроется там или когда и тот кто остается в россии ну надо как бы подстраиваться понимать что если ты просто вот как бы плывешь по течению и находишься в рублях чисто в рублях и не думаешь о том что деньги надо как-то заставлять работать на себя то ты будешь проигрывать к сожалению вот эта матрикс будет тебя хэс ну вот все верно согласен классическая схема распределение активов да ну раньше такая западная схема выглядела так допустим на три части делишь часть допустим в таких уже но это не активы наверно а пассивы плюс минус да правильно будет назвать но в недвижке то есть то что ты в любом случае ну скорее всего не потеряешь хотя вот так как мы видим сейчас война пришла и хоп дома твоего нет уже потерял ну ладно не суть недвижка допустим часть в акциях 1 3 часть каких-то там надежных инструментах типа депозитов и облигаций вот недвижка акции депозиты плюс облигации как можно прокомментировать изменилось ли это соотношение сейчас или схема уже в текущих российских реалиях безнадежно устарела и вообще нецелесообразно я бы добавил крипту сюда вот мы с тобой только обсуждали что конечно критая аналог валюты наличный плюс ну ну я бы сказал что нет это все таки это другое то есть это не просто аналог валюты потому что в крипте же но аналог валюты это и есть дети а есть еще куча других валют по сути по сути это там разные есть проекты но это тоже бизнесы то есть это бизнес и которые развивают вот эту индустрию но теоретически они разрабатывают там новые алгоритмы ну ты какая-нибудь там кардана и так далее салана салана и крипту я бы добавил как отдельно а но основное да ну еще есть это инвестиции прямые в бизнес что является с одной стороны очень рискованным или в чужой в чужой но и в свой тоже свой если у тебя есть свой бизнес но если даже если есть свой то всегда рекомендуется и в чужой тоже чтобы не зависеть только от своего потому что может даже ты можешь во первых ну облажаться легко в бизнесе и там где-то ты не так там заключил договор или не прочитал что-то а во вторых просто не повезти может просто вот твоя индустрия не повезло или ситуация рыночная чуть-чуть когда да 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 ну и например импортеры все вот ты занимался у тебя был автосалон какой-нибудь европейские машины ты продавал как ты да там может когда-нибудь перестроишься на китайский но салон-то стоит надо кучу затрат нести на жкх его там на оплаты сотрудников какие-то и прочее и поэтому вот вложение в бизнес тоже я сейчас вот для себя вот конкретно в текущей ситуации то есть недвижимость до недвижимость это вот как бы я считаю основа при всех там она не защищает от валютных рисков но это твердый актив который скорее всего ничего не произойдет ну если опять же вот на украине произошло и в украине произошло но все-таки она приносит постоянный денежный поток и это такой наиболее надежный актив если сдавать в аренду если сдавать в аренду да но я именно сторонник того что в первую очередь недвижимость брать для сдачи в аренду то есть она это частный жилой фонд или коммерческая нельзя в основном беру частную то есть я что моя схема вот я брал за свою жизнь 19 ипотек и как я использую ипотеки то есть огромный плюс недвижимости ты можешь привлечь колоссальный чужой ресурс то есть у тебя своих денег мало например есть свой миллион вот и сверх этого своего миллиона может 7 миллионов банковских денег взять это такое плечо ты нигде не получишь то есть колоссальное привлечение денег в твой но условный бизнес и я работаю с жилой недвижимости в основном то есть есть и складская квартиры я беру квартиры или апартаменты делю на маленькие студии издаю их помесячно или посуточно ну например вот мы сидим с тобой в этой студии 36 метров 36 метров это у меня есть подобная студия подобное помещение 31 квадратный метр высокий потолок вот здесь четыре с половиной метра потолок я его разбил на три студии на втором этаже сделал но здесь сделали второй этаж потому что высокий потолок и три студии то есть 31 метр из них три студии которые сдаются в основном посуточно там для командировочных для туристов внутренний туризм сейчас развивается и я все это делаю в ипотеку то есть у меня арендаторы выплачивают ипотеку плюс я зарабатываю от прироста она растет в цене ипотека гасится и мне остается грубо допустим апартамент такой приносит мне 150 тысяч по ипотеке я плачу 80 тысяч мои вот плюс 70 тысяч пассивный доход но это недвижимость то есть недвижимость отвод в первую очередь для меня про сдачу в аренду хотя есть и спекуляции то есть когда покупаем например сейчас очень мощный тренд на загородные загородную недвижимость в россии это то что я считаю вот квартиры выросли в цене примерно на 40 процентов за прошлый год загородка процентов на 10 эта разница будет нивелироваться то сегодня для многих людей либо ты можешь купить квартиру двушку 50 метров небольшой либо там 100 метровый домик с участочком небольшим плюс запустилась ипотека на загородную стройку то есть вот вот это интересное направление для ну например купить там купить построить перепродать акции до облигации сегодня но про акции мы много говорили облигации считаю что нет облигаций облигации это займы то есть компании занимают день деньги но от английского obligation обязательства то есть ты взял деньги и обязуешься через год вернуть допустим ты взял тысячу рублей через год обязуешься тысячу плюс 15 процентов то есть по сути это долговая расписка да но в чем минус долговых расписок что у тебя фиксированный процент то есть ты больше чем 15 процентов например не заработать но и меньше не заработать но и меньше не заработаешь если дефолта не будет но а по себе в чем опасность в том что вот несколько тут опасности вот давайте если чуть в облигации нырнуть первая опасность что у тебя инфляция будет сильно выше если акции защищает от инфляции растет инфляция растут выручки компаний растет стоимость акций облигации не защищают инфляция будет 30 процентов ты заработаешь 15 то есть ты в минус 15 процентов второй риск очень большой люди которые счастливого покупали месяц назад облигации федерального займа страны офз считающиеся самыми надежными облигациями под 7 процентов так уже был их дефолт например в этом гкк до государственной казначейской обязательства 98 году а просто дефолта мы не можем по не выплатить и все причем там было очень интересное это было целое шоу за три дня до дефолта если видос может быть даже можно будет вставить в наш ролик у тебя видео видос ельцина когда он за три дня до дефолта его спрашивает журналист вы гарантируете что не будет девальвации дефолта гарантирую твердо надежно говорю не будет и через три дня дефолт объявляет по облигациям как раз сейчас все говорят будет девальвация или нет одно одна фраза от вас зависит не будет не будет девальвации твердо и четко твердо и четко и не просто это я придумаю или фантазия или а не хотел бы нет это все просчитано это каждые сутки проводится эта работа и контроль каждые сутки и тут это бесконтрольно конечно работа не пойдет но здесь сейчас ситуация того что не выплатит государство нет это вряд ли опять же у государства тогда это все-таки девяносто восьмой год и сегодня это большая разница тогда у страны огромные валютные долги и никаких резервов сейчас наоборот куча запасов долги очень низкие но в чем проблема-то ты купил вот месяц назад облигации ставка 7 процентов сейчас она никому не нужна какие 7 процентов когда тебе на депозите в валюте дело в том что а валюте столько не давали валют никто не давал это сейчас вот депозиты дают а так ты валюте мог в лучшем случае там три процента получить по облигациям газпромовским допустим длинным еврооблигациям но и с облигациями то есть такая опасность и купил их по с купоном 7 процентов сейчас новые облигации будут выходить выше ставки рефинансирования с купоном там условно по 20 процентов и старые облигации падают в цене просто катастрофически а потому что они никому не нужны то есть и даже вроде облигации надежный инструмент от с ними тоже можно пролететь поэтому сегодня если говорить вот про текущие российские реаль реалия бы не очень смотрел в сторону облигаций ну и депозитов по этой же логике то есть и в депозиты тоже не смотрел бы депозит нормально но все таки депозит как бы со ставкой 20 с лишним процентов это выгодно но опасность в чем что это временно тебе вот сейчас это дадут это просто чтобы сбить панику все уже начали по моему альфа банк объявляет что уже снижает ставки другие банки это буквально вот неделю продержалась еще там недельку продержит чуть-чуть и поползут ставки вниз никто не будет так долго держать банкам это невыгодно то есть они себе работают в колоссальный убыток сейчас просто чтобы вот выжить кассовый разрыв пережить но дальше это снизится а инфляция никуда не денется и встанет вопрос вот хорошо у меня закончился депозит три месяца я там за три месяца но допустим 21 процентом или 22 разделить на 4 это сколько получается там 5 процентов там типа до 5 небольшим процентом получил свои и что дальше делать с деньгами и уже особо деваться некуда приходится либо на депозитах оставлять там под будут ставки 12 процентов что-нибудь такое там 15 процентов либо искать другие варианты но опять же тот же фондовый рынок если покупать конечно сейчас максимальная опасность но и прибыль потенциальная то что они в несколько раз вырастут эти акции особенно для тех вот кто более смелый заходить и на фондовый рынок российский что сейчас откроется биржа будет паника люди будут сливать все и произойдет очень сильный пробой то есть там даже можно ну кто вот в теме лесенкой докупаться ты выставляешь приказы допустим до купала 100 рублей по 90 по 80 просто будет локальный пробой когда там буквально на полчаса просто будет можно там не знаю за 50 рублей будет сбер купить а кстати вопрос акции ритейлеров от магнит xx5 группы так далее а брал бы ты вот в свой портфель инвестиционный все хорошо будет у ритейлеров у энергетиков тех же там у гк-2 тгк-1 у них все нормально будет потому что продовольствие в стране или там русагра будут будет процветать но не так сильно как они же все-таки минус что они внутри в рублевой зоне работают приоритет скорее экспортеры которые вовне по высоким ценам да еще и валюте то есть металл и нефть газ я бы в первую очередь туда смотрел сегодня да то есть это добыча все что связано с добычей то есть это но металлы но тот тот же уголь все что связано с добычей физических реальных товаров которые очень востребованы да даже уголь ты говорил про шахту тура за распадская до которая в китай поставлять